Приветствую вас! Данный видео урок будет посвящен сервису Reverse Chart платформы Wolfix.net. Вашему вниманию представлен стандартный интерфейс нашей платформы, как и в других сервисах. В верхней части вы видите основные элементы управления данным окном. И как в остальных сервисах платформы, правой кнопкой вы можете вызывать контекстное меню, где представлены остальные возможности по управлению данным окном. К ним мы вернемся позже. Сразу хотелось бы сказать, что данный вид сервиса является уникальной разработкой нашей компании. Вид графика отличается от общепринятых и собственно говоря об этом мы дальше вам и расскажем. На что хотелось бы сразу обратить внимание. Данный сервис доступен в двух графиках. То есть непосредственно Reverse Chart, который открывается из панели управления основного окна из закладки компоненты. И Combo Bar Chart. В нем также доступен данный вид графика. Вот подключается функция True Chart. Те клиенты, у которых приобретен сервис Reverse Chart, могут пользоваться данным видом графиков в комбинированных графиках. Об этом мы поговорим в конце данного занятия, данного видео урока. Прошу прощения. Теперь непосредственно о возможностях и особенностях самого сервиса Reverse Chart. Первое, что бросается в глаза, это хоть и стандартные с виду, но немножко по другому принципу построены кластера. То есть смотрите, если в обычном графике тот или иной кластер, бар свеча строится по времени, то есть каждая свеча отображает изменение цены за единицу времени, будь то минута, 30 секунд, 5 минут, час, день, неделя, то Reverse Chart строится исключительно по факту совершения движения ценой на рынке. Что это значит? Вот на данный момент параметр волатильность стоит на цифре 2. Это означает, что каждый новый кластер будет появляться на графике по факту совершения рынком движения на 2 и более пипсов в противоположном направлении от предыдущего кластера. То есть вот мы сейчас видим построение нового кластера. Причем он обведен синим прямоугольником. То есть факт его построения не был завершен, пока не появился... Время, пока рынок не совершил движения в противоположном направлении, то есть вверх, отсюда рынок 2 пипса сделал вниз. И вот третий пипс, да, он сейчас как бы не принадлежит ни этому кластеру, ни пока следующему. То есть по факту движения, либо если рынок пойдет ниже на 1 пипс еще, то появится новый кластер и следующий, вот этот третий пипс, он будет строиться. Либо если рынок выйдет вот на 1 пипс вверх, то все объемы, которые были вот в текущем неопределившемся, скажем так, кластере, будут причислены к текущему кластеру, который смотрит наверх. То есть вот смотрите, у нас есть, допустим, вот такой длинный, да, кластер красного цвета. Что это означает? Это означает, что вот от этого уровня рынок двигался до вот этого уровня, не откатывая в обратную сторону на 2 и более пипса. Только вот здесь мы увидели движение, да, на 3 пункта вверх. Затем 2 пункта вниз, 3, тут 1, 2, 3, 5 вверх и так далее. Причем, да, вот момент формирования, начало формирования длинного вот этого кластера, который, во время которого рынок двигался вниз, 4 часа 18 минут 9 секунд. Следующий появился в 4, 25, 50, да, то есть почти 8 минут строился вот этот кластер. Вот этот маленький кластер строился менее минуты и так далее. То есть мы видим, да, что здесь нет привязки по времени. Причем, смотрите, если я меняю шаг волатильности, то картина на рынке может кардинально изменяться, потому что параметр построения самого кластера изменился. Вот смотрите, раз, только что на ваших глазах справа мы увидели, да, был, строился новый кластер на движение вверх, но параметры его не были выполнены, и все объемы были причислены к вот этому падающему кластеру. Цвет кластеров означает направление движения, то есть это не продажи и покупки, а это указание направления движения. То есть если зеленый кластер, соответственно, он на рост, то есть здесь рынок рос, если красный, то это означает, что рынок падал. Таким образом, смотрите, кардинально меняя шаг волатильности, мы кардинально изменяем вид данного графика. Теперь давайте перейдем к другим настройкам. Здесь вот можно менять период. То есть, смотрите, каждые 15 минут отделяются на фоне. Можно его отключать. То есть период построения, да, смотрите, ставим 15 минут, и внутри 15-минутных периодов строятся кластера. То есть мы ограничиваем, мы указываем, что 7 и более пипсов в обратную сторону, но делим, условно говоря, вот этот вот падающий кластер, да, он состоял, движение его, смотрите, если отключить, все падение было, да, с нуля часов, и аж до 2 часов 25 минут выполнялось условия 7 и более пипсов. Причем, хочу обратить ваше мнение, волатильность считается от шага, от минимального указанного шага цены. Если вы меняете шаг цены, то это влияет на сам принцип построения графика. Вот смотрите, если я увеличу шаг цены в 2 раза, то мы получим вообще один кластер за сегодня. Вот уменьшая шаг, я меняю график. Но что значит 3? 3 минимальных шага цены должен рынок пройти в обратную сторону. Если у нас минимальный шаг, оригинальная, да, ценовая шкала 0.25, то и параметр 3, то это 3 минимальных изменения. Если у нас параметр 0.5, то это, соответственно, 6 минимальных изменений цены, но 3 минимальных указанных шага. Соответственно, возвращаемся к периоду. Задаем 15 минут. И каждые 15 минут начинает строиться новый кластер по выбранным нами параметрам. Что такое Model Size? Это мы можем выделять вот эти вот кластера, выкрашивая их в определенный цвет. Причем эта функция больше предназначена для линейного графика, по которому мы сейчас перейдем. Смотрите, включаем TrueChart, у нас появляется линейный график. То есть мы уже не видим кластеров, но при этом мы видим линии, то есть волатильность, как она строилась, сколько было колебаний в единицу времени. При оригинальном графике кластерном, где время играет вторичную роль, то есть время построения, временная шкала не является линейной. Крайне сложно анализировать такой график. Если мы подключаем функцию LineTime, то что мы получаем? Мы получаем линейное время, то есть временная шкала делится на равные интервалы и весь график при этом встраивается в эту временную шкалу, что позволяет нам намного более четко анализировать количество колебаний в единицу времени. Вот допустим в течение 5 минут мы видим, что был рост волатильности, то есть количество колебаний при параметре волатильность 2 было достаточно высоко. При этом, смотрите, вот здесь хорошо можно анализировать график при помощи размера модели. Вот у нас сейчас 5 пипсов установлено. Это означает, что параметр волатильность, грубо говоря, накладывается еще один, более высокого порядка. То есть если базовый параметр волатильность, который отвечает за построение самого графика, у нас стоит 2, то размер модели 5. Это означает, что в зеленый и красный цвет будут краситься движения на 5 и более пипсов без отката. То есть вот смотрите, я меняю размер модели и мы видим, что график окрашивается. Да, вот 8 и более пипсов. Соответственно, вот здесь с начала дня падение шло без отката на 8 и более пипсов. Затем вот модель пошла на рост, вот снова на падение, вот сейчас снова формируется модель на рост. При этом, смотрите, следующий параметр, доступный при включенной функции line time, линейное время, объем. Объем горизонтальный внизу. Вот у нас гистограмма сейчас показывает объемы каждой линии, каждого кластера. То есть в принципе, не в принципе, а линия это и есть вот те вот кластера, которые мы с вами видим. Соответственно, мы можем видеть внизу объем за каждый кластер, либо, либо минутные объемы при включенном линейном времени. Это позволяет неплохо анализировать волатильность и время на любом из инструментов. То есть вот мы видим рост объема, при этом рост волатильности, что в общем-то позволяет нам выделять важные зоны. Потому что рост волатильности, количество колебаний в единицу времени в нашем случае, часто говорит о наличии, грубо говоря, автоматических систем на рынке, которые размещают крупные средства на рынке. Что в общем-то позволяет более детально анализировать график. Давайте перейдем к другому инструменту. Это был имени S&P 500, как вы видели. Перейдем к фьючерсу на евро. Смотрите. Тот же параметр волатильности 2. график. Также мы можем отключить лайн тайм, посмотреть кластера. изменить размер модели. Мы видим, да, что больше окрашивается. Чем меньше размер модели, тем чаще меняется цвет графика. То есть, естественно, направление. Также можно переключать, смотреть объемы, да, за минуту внизу, за 5 минут, за 60. То есть, снизу мы видим, да, объем часа. И смотреть объемы в пипсах. То есть, какое количество пунктов было в том или ином пластере. Что это означает? То есть, данный, вот смотрите, 13, да. Вот данная линия, у нее high-low 13 пипсов. То есть, это тоже параметры волатильности. Более детально о них мы рассказываем на наших курсах. То есть, это исключительно ролик, посвященный настройкам кластеров. Теперь давайте вернемся к S&P и перейдем к системе фильтрации. Увеличим параметр волатильность, чтобы было более... Даже давайте 3 сделаем. Было более наглядно. Что у нас доступно? А, прошу прощения. Волюм рейндж. Волюм рейндж позволяет так же, как и в других графиках, задавать пропорции для объема внутри кластера. То есть, если я там сделаю, допустим, 150 и 800. То есть, пропорции от 800 до 150 будут. Размер столбиков горизонтальных внутри кластера будет строиться. Соответственно, там все объемы, которые меньше 150, будут вообще незаметны только их цифры. И так далее. Если ставим 0, то платформа автоматически устанавливает пропорции от самого крупного. Вот у нас мы видим, тут 618, 1048. вот они самые крупные и до самого маленького. То есть, пропорции устанавливаются автоматически, как и в других графиках. Теперь перейдем к контекстному меню. Apply дублирует кнопку применения, Hide Control Panel спрятать панель управления, то есть, это позволяет сильнее сжимать график при необходимости, масштабировать его. Volume Limit. Принцип установки лимитов здесь достаточно, ну, не кардинально, но отличается от похожих функций, там, допустим, Cluster Profile и других графиках. Buy Reverse и Sell Reverse это фильтр на объемы в трех нижних, если мы говорим о покупке, и трех верхних пипсах каждого кластера. Причем, почему трех? Потому что параметр волатильности три. То есть, Buy Reverse и Sell Reverse привязаны к параметру волатильности. Что это означает? Сейчас я покажу. Buy выделим ярким. реверсный buy ярким зеленым. Buy all темным. Sell Reverse тоже сделаем ярко-красным. Sell all темным. причем вот внизу даже графика видно. Они автоматически при установленном параметре 0 выделяют в любом случае три верхних и три нижних кластера. Вернее, три нижних объема. Если мы установим, допустим, 200 контрактов и buy all установим 500 здесь то же самое 200 и 500 применим. Снизу вот мы видим в нижних трех пипсах выделенные объемы по установленному нами лимиту и в верхних трех. Если мы увеличиваем волатильность то собственно говоря видите buy реверс вот этот увеличится до 5 пипсов. То есть нижние 5 в длинном вот смотрите тоже вот они нижние 5 все остальные идут buy all далее grid отвечает за разделение временного временной шкалы на минуты 5 минутки у меня и 15 минутки установлены. Это больше актуально для линейного графика с подключением true chart и line time линейного времени. То есть чтобы видеть как во времени формируется волатильность. Опции стандартные опции изменения шрифтов параметров по текущей цене и так далее. Стандартные все кто пользуется платформой с этим уже знакомы. Color settings также настройки цветовые стандартные можете менять цвета по своему усмотрению. Поиск символов то есть стикеров которые вы хотите увидеть. Копирование линий оставаться поверх других окон и save snapshot тоже стандартная функция. Теперь несколько слов в завершение о комбо барчартах. Смотрите настройки комбо барчарта по комбо барчарту чуть позже. Вот смотрите стандартный график баровый у меня сейчас приведены графики 4 недель параметра week выбран. Мы можем накладывать месяцы друг на друга то есть видеть на одной временной шкале разные периоды по одному и тому же инструменту месяцы недели дни внутридневные интервалы на минутных графиках и внутридневные интервалы на секундных графиках. Причем по всем этим графикам вы можете подключать тоже реверсный график. Перейдем на параметр true chart у меня выбраны 4 последние недели то есть текущая неделя и 3 предыдущие параметр волатильности вот выставлен 6 подгрузились графики мы видим 4 недели но уже с точки зрения волатильности причем на что хотелось бы обратить ваше внимание что чем вообще интересен вот этот сервис комбо барчак наложение одного разных периодов по одному инструменту можно заметить что часто развороты в одни и те же дни недели на разных графиках бывают в одном и то же время плюс хорошо видна волатильность здесь также можно менять шаг волатильности и смотреть под разным углом скажем так на данный вид графика здесь также есть настройки лимиты и так далее но они не касаются сегодня темы данного видео урока по сервису реверчарт благодарим вас за ваше внимание надеемся что использование реверчарт принесет вам пользу вашей торговли всего доброго и до новых встреч в следующих роликах нашей платформы до новых до новых до новых Продолжение следует...